Отделение малой родины в столице. Место для сплочения земляков или группа поддержки для своих по региональному признаку. Прошло полгода, как межрегиональная общественная организация «Алтайское землячество» в Москве начало бурную деятельность. Это совпало с избранием нового председателя землячества. Им стал предприниматель и общественник Виталий Лаженцев. Зачем нужна такая организация и на какую помощь можно рассчитывать любому жителю Алтайского края и любому жителю? Об этом сегодня и говорим с Виталием. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Данил. Расскажите, пожалуйста, зачем нужно «Алтайское землячество» в столице? Ну, смотрите. Вы сказали, что организация начала бурную деятельность. Наверное, так это и есть. Но деятельность всегда была и мероприятий проходило очень много. «Землячество» больше 25 лет. То есть организация имеет богатую историю. Там в разное время работали очень известные алтайские земляки, Евдокимов, Титов. Много людей. И были всегда какие-то те или иные проекты по разным направлениям, о которых, я надеюсь, мы поговорим сегодня. «Землячество» работает при официальном представительстве Алтайского края. У каждого региона есть постоянное представительство в Москве. У нас он находится в районе метро Третьяковская. Там есть директор Борисенко Николай Владимирович. Там останавливается губернатор, работает наш губернатор, когда бывает в Москве. И, в общем-то, очень открытые люди. Всегда помогут, всегда подскажут. У нас есть чаты, сообщества, и достаточно много людей в разное время переехало, переместилось. Поэтому самый такой основной ресурс – это, наверное, знакомство. Кроме того, это близость каких-то органов власти. В Москве все-таки все находятся, центры принятия решений, крупные компании. И иногда можно физически просто куда-то прийти, и могут просто оказаться какие-то знакомые, или вот благодаря тому, что есть представительство, могут подсказать, куда обратиться и как. То есть вот на таком уровне эта история работает. И есть сообщества профессиональные. Вот в землячестве больше всего людей, наверное, четырех направлений. Первое – это военные, еще артисты, доктора, медицинское направление и предприниматели. Я так вот, когда готовился к интервью с вами, думал, что, наверное, категории вот этих людей, они больше всего склонны к путешествиям. То есть работа связана с перемещениями или с тем, что ты вынужден по разным причинам работать в нескольких городах. Давать концерты, куда-то перемещаться, либо вести бизнес. А ну, военные по долгу службы куда-то могут переезжать. Ну, медицина, ну, медицинское сообщество очень, честно, дружит. Это, как бы, я тоже закончил наш медицинский университет. И если ты к этой группе принадлежишь, то тебя точно не забудут. Ты можешь к своим обратиться всегда. Вот обычно, ну, бывают задачи там узнать, где можно что-то пролечить, какие-то знакомства. Вот на таком уровне. Потом есть ребята, которые приходят с СВО. И тоже есть жители Алтайского края, которые отслужили. У них иногда бывают какие-то задачи. То есть вот понятно, что представительство само по себе, ну, землечество, выполняет внешнюю функцию, такую коммуникационную внешнюю функцию. Ну, вот какие-то адресные задачи мы можем попробовать решить. Что касается бизнеса, бизнес мне ближе. Можно попробовать через земляков поискать партнеров, сотрудников. Куда-то приехать какие-то, ну, в какие-то места, там, посетить выставки. То есть вот в таком духе иногда бывают запросы. Может быть, провести переговоры какие-то. Здесь как бы не получается прям сделать что-то такой постоянный, какой-то канал продвижения для алтайского бизнеса, потому что мы организация общественная, не коммерческая, мы не зарабатываем деньги. Но у нас есть работающий сайт, который вы посмотрели, есть социальные сети. И поэтому вот на уровне такого общения, то есть Москва город очень большой, и наличие вот таких земляков, это как бы сужает немножко и фокусирует возможность поиска каких-то конкретных возможностей или там личных задач. То есть вот получается, как бы работает, да, что поскольку там ты земляк, я земляк, то как-то получше идет связь, общение. Вот, наверное, находясь в большом городе, который там помимо возможностей, и, как все говорят, таит еще и опасности, люди испытывают желание найти кого-то своего. И есть такая потребность, наверное, в каком-то единении. Может быть, здесь ты с этим человеком, ну так, поздоровался и даже сильно бы не общался, а в Москве возникает желание найти кого-то своего. Я правильно понимаю, что вообще любой житель Алтайского края может обратиться к представительству в Москве, правильно? Ну, теоретически, да. А скольким уже людям из нашего региона примерно помогли с тех пор, как начало работу представительства? Ну, тут мне, наверное, сложно сказать. Это все-таки столько лет. Я думаю, что сотни там, скорее всего, какая-то та или иная помощь была. Я знаю, что и в поиске работы, и кто-то деловые возможности какие-то открывал, находил партнеров. Как бы понятна выгода, скажем так, уроженцев Алтайского края. А что касается москвичей? То есть в чем их заинтересованность? Ну, вот я тоже к этому вопросу готовился. Во-первых, это туризм. Действительно, они задаются вопросом, где там у вас лучше отдохнуть. То есть некоторые даже не ориентируются, один у нас регион или два. Алтай, он один или их два? Их два. И какая-то столица, и какая-то логистика. То есть хотя бы немножко они хотят сориентироваться, поэтому интерес у них есть. И я уже говорил, что бренд Алтая сильно раскручен хорошо. Многие хотят там отдохнуть и прям серьезно выбирают, или к нам полететь, или куда-то, куда они привыкли летать. Туризм – это первая история. Второе – это сотрудники. Например, айтишников очень много работает на Москву, находясь в Барнауле. Это мои коллеги. У меня у самого айти-компания, и больше 10 лет по этому принципу я работал. Не секрет, что зарплаты вполне ниже у нас. И москвичи это понимают, что можно заказать какую-нибудь разработку в Москве у своих, зная, что там просто у людей, скажем так, зарплаты выше значительно айтишные. И есть как-то больше аппетита к зарабатыванию денег. То есть ценник может быть несколько раз выше на какую-нибудь разработку. Я думаю, что это не только в айти-сфере есть, но есть у нас, например, колл-центры открывают банковские, например. То есть есть специальности, где можно работать удаленно. И вот я бы что-то заказывал, будучи в Москве, в плане там айти, зная, что это команда где-нибудь там в Барнауле, в Брянске, в каком-то городе поменьше. Еще это экопродукция, опять же, наша алтайская. Вот все, что касается натуральных напитков, сыров. Сыры, например, марки Киприна. Это же алтайская продукция, вполне прекрасно продается. Ну там макароны, граммулина, известная марка, она везде тоже есть. То есть есть интерес к экологически чистой продукции, ну что там, бочкари еще, напитки. То, что на первый взгляд, это не то, что реклама, это очевидные, известные продукты питания какие-то. За последние полгода землячество прибавило в численности, скажем так. Какие известные люди в него вступили? Да, у нас возникло такое, наверное, сильное и хорошее решение – сделать попечительский совет. Это совет, как раз состоящий из людей, таких известных чего-то достигших, такое значимое. И они либо родились здесь, либо они здесь какое-то долгое время проработали. Сейчас в попечительском совете 8 человек, кого мы пригласили или кто согласился, с кем-то ведем пока переговоры. Это не обязательно финансовая помощь, это просто информационная поддержка хотя бы даже. Ну, поддержка коммуникативная какими-то связями. И на самом деле достаточно много людей из сферы культуры, спорта подключаются. Бизнес действительно не так много предпринимателей, просто мы очень суетливые люди, предприниматели, поэтому нас везде слышно. Есть, получается, вот эти 8 человек, они действительно… Ну, ладно, спорт – это Алексей Смертин. Мы его пригласили в совет. Из медицины Шереметьева Ирина Игоревна, ректора ГМО. Меня интересуют вопросы, если честно, с переездом, потому что это, наверное, такое самое интересное. Получается, каждый, точнее, любой житель может обратиться с переездом. А вот как ему, кроме как информационно, как-то можете помочь? Ну, можно попробовать поискать работу, особенно если у него какая-нибудь редкая специальность, которая точно может быть постребована. Ну, возьмем там айтишника, например, да, захотел почему-то переехать, хотя абсолютно нет в этом какой-то необходимости. Можно резюме куда-то закинуть, поискать какие-то возможности, ну, например, так. И неоднократно я какие-то вакансии скидывал в чаты, когда ко мне обращались. То есть, бывает, что и сами москвичи отправляют мне запрос, что ищем там кого-нибудь. Ну, например, последний был запрос от РЖД, несколько вакансий. То есть, вот, какая-то помощь в работе. Но она тоже не дает гарантии, она тоже такая консультативная. Что касается, ну, не знаю, прописка. Здесь они, как бы, видите, вопросы такие все, которые, чтобы не обнадежить как-то вот людей. То есть, оно может получиться, а может прям, ну, никак. То есть, вот что-то не можем решить. Ну, вот, бурная деятельность уже идет полгода, подключилось столько людей. А какие-то планы, может быть, грандиозные уже есть? У нас есть текущая деятельность, традиционные мероприятия. Ну, не знаю, там, какие-то памятные даты, связанные со Второй мировой войной, с какими-то значимыми. То есть, Алтай очень, для меня было самого удивлением. Мы бережно храним свои культурные ценности, культурные события земляков. И, наверное, тем, что мы как-то оживились, или то, что вот вообще развитие землячеств, оно на федеральном уровне поддерживается. Такое и есть. То есть, есть возможности получать гранты и под проведение каких-то событий. И все больше каких-то происходит интересных моментов. Ну, например, вот буквально в этот четверг было мероприятие. Меня пригласили просто. И благодаря там поддержке представительства мы смогли организовать трансляцию из Алтайского края. Вы наверняка слышали, что в Болгарии есть попытки снести памятник Алёше. Так вот, дочь этого человека, Алексея Скурлатова, она живет у нас. И про это там даже сильно, может быть, как-то и не задумывались организаторы вот этого события. Нам удалось с администрацией Нолобихинского района, спасибо им огромное, подключить Нелли Алексеевну. И она вполне рассказала, ну, очень здорово стихи прочитала. Как бы, вот, поэтому такие события, это, конечно, честно, очень трогательно. Ну, и показывает, что мы, сибиряки, не забываем ничего, ни своих достижений, ни своих людей. И в этом я вижу сам, наверное, какую-то миссию свою вот этим заниматься, развивать. Потому что у меня, ну, честно говоря, есть основная работа, которая занимает очень большое количество времени. Что еще касается из... Ну, поскольку есть основные направления, вот, медицина, в этом году мы планируем поддержать юбилей АГМУ. АГМУ в этом году 70 лет. А там есть разные мероприятия. Мы хотим сделать медийный проект, кстати, с вами. И взять там интервью или какие-то материалы у успешных земляков, которые закончили Алтайский медуниверситет. То есть характер событий, он идет вот по основным направлениям. Творческое направление, медицинское. И там есть такая, ну, цепочка событий. То есть более-менее планы на год. Но что-то может произойти внепланово. Вот как вот с памятником про Алешу возник прецедент, и мы вот отключились. Поэтому никаких нет авралов. Есть контент планирования, есть планы развивать попечительский совет. Ну и вот что я хотел бы и вас, наверное, попросить. Вот в плане, хотелось бы сообщество увеличить и подключить, найти тех, кто работает в Москве и из наших, так сказать. Чтобы у нас просто количество связей выросло. Кто добился каких-то успехов. Но определенная доля москвичей все-таки смотрит у нас и сайт, и телеканал. Поэтому, возможно, после этого интервью действительно кто-то заинтересуется. Последний вопрос. Просто для уточнения. Обратиться за помощью бесплатно? Да, у нас все полностью бесплатно. Честно говоря, у нас могут быть проекты какие-то платные. Например, там, не знаю, смотря за какую помощь. Если это физическое лицо, и у него там какие-то организационные вопросы. Ну, на этом как бы зарабатывать невозможно. Ну, вполне может быть, что какой-то бизнес хочет найти там выход, не знаю, в торговые сети какие-то московские. Ну, такая помощь, она, наверное, потребует каких-то ресурсов. Ну, все-таки некоторые, наверное, задумаются о переезде в Москву после нашего интервью. Обратятся к вам, кто знает. Ну, к сожалению, время подходит к концу. Сегодня мы разговаривали с председателем правления Межрегиональной общественной организации «Алтайское землячество» в Москве. Виталием Лаженцевым. Ну, а мы с вами увидимся еще в эфире. Межрегиональной общественной компании «Алтай confession 위에 расчиноваться в Москве.»